Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Люд на реках и озерах области не стал препятствием для браконьеров. Улов потянул на 1000 долларов штрафа. Более 5 килограммов рыбы на троих с такой добычей были задержаны любители незаконной ловли в затоне реки Ипуть. В их арсенале были 4 сети общей длиной 37 метров и 9 сетевых экранов. Вред, причиненный окружающей среде, оценен более чем 84 базовой величины. В отношении граждан начаты административные процессы. Стандартное патрулирование сотрудниками ГАИ Мозырского района закончилось погоней. Водитель Лады проигнорировал требования об остановке и попытался скрыться. Промчавшись через поселок, нарушитель устремился в сторону леса, где и завершилась погоня на автомобилях. Девятка застряла в сугробе, но водитель решил не сдаваться до последнего и побежал вглубь леса на своих двоих. Сотрудники госавтоинспекции быстро догнали беглеца. Как оказалось, 39-летний гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения и на момент задержания уже имел опыт вождения автомобиля под градусом, за что несколькими месяцами ранее был лишен прав. В отношении злостного нарушителя возбуждено уголовное дело. Извечный конфликт отцов и детей в одной из мозырских семей едва не привел к трагедии. 24-летнего парня не устраивали отношения с отцом. В доме часто возникали ссоры, в том числе и на почве материального вопроса. Очередное столкновение интересов произошло во время домашней посиделки за рюмкой. Поругались и разошлись. Отец спать, сын за ножом. Один удар и пыл спал. С чистосердечным признанием парень пошел звонить в милицию. Раненый отец в это время бросился за помощью к соседям. По прибытии медиков у пострадавшего диагностировали колоторезанную рану поясничного отдела. Молодой человек был арестован правоохранителями. В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 14 и 139, то есть покушения на убийство. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы от 6 до 15 лет лишения свободы. В настоящее время в отношении обвиняемого назначены экспертизы, в том числе с целью установления его психического состояния. Таков обзор происшествий к этому часу. Я, Алексей Немкевич, благодарю за внимание. Берегите себя и своих близких. До свидания.